здравствуйте друзья добрый вечер отвечаю на вопрос нашего зрителя активного он спрашивает вот три года работаю в тестировании программного обеспечения и за это время много чего поделал и много чего знаю но не глубоко то есть как бы широко но неглубоко и надо сказать что диалектически я извиняюсь если кто это слово может быть не любят или не знает но в развитии как бы да значит существенно и и широту некоторых взглядов иметь профессионально и глубину тоже то есть нельзя сказать что вот знаете там вот белки лучше чем углеводы так так не получается вот эти нужны и другие нужны как бы в гармоничном таком организме сбалансированным то же самое в сбалансированной профессиональной жизни нужен некий баланс между глубиной и шириной как ни странно они обе в общем то одновременно расширяются обе эти характеристики потому что по мере того как вы работаете и что-то знаете глубже тем не менее все равно что то такое новенькое возникает и и становится шире а иногда для того чтобы уйти куда-то глубже надо привлечь еще какой-то материал и она не поневоле становится шире и так далее значит если мы говорим про тестера вопрос какой он говорит он спрашивает так что мне углубляться во что-то или или расширяться и вообще как жить как жить значит есть рост есть рост как бы такой ну обычный есть рост замедленный есть рост более быстрый чем у других людей зависит от возраста от обстановки от ситуации там всевозможных от очень многих характеристик существенным элементом этом является желание человека расти и раз мы видим такой вопрос то я бы сказал так что если это не останется только на уровне вопроса и такого общего интереса а перейдет в область практических действий то мы уже имеем 95 процентов успеха на руках вот потому что большинство людей не растут никуда просто потому что они не думают на эту тему им комфортно делать то что они делают изо дня в день мозги освобождаются они могут думать о чем-то у кого-то хобби какое-то кто-то готовит там свой свое путешествие кто-то там детками занимается и там и так далее то есть есть как бы вот такой уровень комфорта который связан с очень серьезным дискомфортом при потере работы там с таблетками с психиатром там и так далее но пока что вот ему хорошо сиюминутно хорошо я вспоминаю в ссср почему-то было много анекдотов про ковбоев про индейцев я не знаю как это было с чем связано но были и вот я помню такой анекдот был как небоскреб и там два приятеля живут в этом небоскребе один на сотом этаже а другой на там пятнадцатом и тот который на пятнадцатом вышел покурить на балкон а тот который на сотом чего-то там ковырял тоже на балконе и вывалился и вот он летит значит ну а тут курит приятель и тот который курит кричит его там джонни how you doing как дела а тот говорит so far so good so far so good пока нич пока нормально да пока ничего так вот очень многие люди они уже в полете таком находится и они как бы so far so good а то что дальше будет ну sorry так вот хорошо что парень видимо достаточно молодой так сложилось впечатление а по фотографии там не фотография в профайле поэтому я так подумал парень молодой интересуется три года это уже такой солидный на самом деле багаж это как бы мид-левел да человек который не не совсем уж начинающий тут есть такое понятие в педагогической психологии есть такое понятие называется зона ближайшего развития был такой психолог очень известный выгодский вот он ввел это понятие советский ученый зона ближайшего развития значит зона ближайшего развития это то где ты можешь оказаться тыс и в своем познавательном процессе когнитивном вот там через ну какое-то не недостаточно не сильно удаленное время но чем больше ты уже знаешь да тем легче тебе потреблять новую информацию тем дальше ты можешь продвинуться и так далее вот у него поскольку он уже три года проработал у него зона ближайшего развития уже мощно он не не просто так вот там знаете вот он вчера ему показали маленькую штучку а вот а две маленькие штучки мы еще не показали поэтому если вам показать еще одну маленькую штучку то он уже удвоил свой багаж на ней нет здесь у нас слава богу вот поэтому вопрос куда развиваться в каком направлении значит общий ответ общий ответ такой я всегда говорю примерно одно и то же что грузи себя по максимуму то есть вот самое сложное что ты можешь делать вот это и делай расширяя тем самым свою зону ближайшего развития и подготавливая ее для следующего броска но вопрос то в чем а что вот что конкретно надо было бы учить конечно можно сказать смотри рынок смотри там объявление о найме разговаривай с рекрутерами тебе там подскажут на форумах на русских там тебе 40 бочек арестантов там те 15 человек 28 мнений сложно конечно но знаете о чем вспомнил была такая нэпманская нэпманского периода частушка у меня дедушка был нэпманом и в двадцатые годы молодой парень был и вот он значит любил по ресторанам ходить и он пел невероятное количество частушек нэпманского периода он любил частушки вот и сейчас и бабушка тоже значит они так оба вот были такие частушки то популярные там про бабку любку вот значит и она там с дедом беседует и дед ей говорит что она где денег взять и он легать спекулируй бабка спекулируй любка спекулируй ты моя сизая голубка ну то есть занимайся разрешенный на время такой как сказать мелким бизнесом индивидуальной трудовой деятельности может и дальше она вот это очень похожая ситуация на нашем она ему быть чем же спекулировать и милый мой дружочек чем же спекулировать и милый голубочек значит понимаете тот же самый вопрос у нас вот парень спрашивает он говорит а чем что вот что продавать на чем спекулировать на маркете и он есть две версии одна версия такая более народная там и может быть более глубокая по смыслу он не говорит самогоном бабка самогоном любка самогоном ты моя россия за я голубка другая версия говорит ширпотребом знать как при большевиках ширпотребом так не очень было вот ширпотребом хотя мы с вами понимаем что самогоном конечно глубже глубже берет но значит что для тебя сегодня ширпотреб что для тебя сегодня самогон вот когда ты значит тестированием занимаешься тут есть тонкость 1 сегодня у тебя три года x опыта но пройдет два года у тебя будет 5 пройдет 4 у тебя будет 7 то есть ты уже будешь 5-7 лет ты уже будешь реально синер не mid-level а синер пройдет 10 лет пройдет 15 лет и на тебя будут смотреть уже совсем по-другому и деньги будут платить совершенно другие и ожидать от тебя будут совершенно другого поэтому ты можешь проспекулировать всю свою жизнь и не уйти вперед по сравнению с тем кто три года вот он как был на уровне трех лет с точки зрения общего такого ну глубины скажем так до глубины и отсутствие глубины на самом деле не позволяет ему реально реальной широты понимаете можно по чуть-чуть хватает но это не то настоящая широта приходит с глубиной это очень связанные вещи поэтому вопрос чем значит где ты будешь и через пару-тройку там пятерку лет и это вопрос который сегодня главный главный поэтому ты говоришь себе я хочу в чем-то там вот допустим специализируется если мы говорим конкретно про тестирование потому что я понимаю что есть люди которые нас слушают и примеряют это к своей профессии значит если мы говорим конкретно про тестирование мы пришли сегодня в такое время когда тестер должен ну какой-то язык программирования знать ну один ну не надо три ну один хотя бы один это не тоже даже не должен быть именно язык программирования это может быть там скриптинг какой-нибудь но тени поэтом сейчас очень популярен байта на рубе фактически тоже самое но какой-то один язык он не должен на нем девелоп над какой-то делать серьезный пойти но но ни о чем мы говорим но другой стороны чем глубже он знает тем серьезнее задачи по тестированию он может решать тем больше ему денег платят тем больше он становится незаменимым там и так далее ну вот двигайтесь в эту сторону я не могу себе представить чтобы человек который вот там через пять лет будет работать в тестировании он может там оставаться без того чтобы знать какие какие-то очень серьезные вещи достаточно серьезные вещи это не то же самое что у нас выпускник он там выскочил он может не знать программирования но но так он же и получает там ну что там 25-30 долларов там ну 35 на 35 еще тоже так и так просто не попадешь уже нам чет такое более-менее трепыхаться посложнее чуть-чуть поэтому а а 45 а 50 где где же надо уже что-то серьезное знать есть люди которых понимаете как сказать ну не хочется таких примеров что в голову приходят но но не суть в общем есть то что нормально в детстве она уже не так нормально в юношестве абсолютно неприемлемо во взрослом возрасте да то же самое в профессии когда вы в этой профессии такой дитё это одна история он там вручную что-то такое кнопки нажимает и вроде вроде ничего дитё играется там лишь бы не плакала ты когда уже постарше стал от тебя что-то еще ожидается когда тоже такой взрослый серьезный матерый ну так уже соответственно соответственно поэтому отвечая на конкретно поставленный вопрос я бы сказал что надо двигаться в языке программирования языки программирования сами по себе тестеру не дают практически ничего в том смысле что язык это инструмент для решения задач соответственно надо иметь задачу под которую можно применить язык соответственно надо понять какие задачи решать и чтобы под них уже учить этот язык чтобы не вообще учить язык а как инструмент решения задач тогда он и учиться будет совершенно по-другому где взять задачи но поговорите там на работе то вы же вы же тестируете там же программисты вокруг там люди которые вам очень точно скажут что можно было бы сделать более того они с удовольствием вам покажут может быть какие-то штучки чтобы уже вы этим занимались например они они я вот как раз сегодня с женщиной беседовал и за 50 так как бы но не изрядно но так уже за 50 и вот она на первой своей работе работает и вот написал на пайтоне какой-то там автоматизацию для перформанс тестинга что в принципе раньше делали программисты но она им как ребята ну давайте я сделаю ну вот и они говорят ну сделай и она взяла и сделала и все довольны и она довольна и у нее опыт и у нее уверенность и у нее в резюме какая-то надпись появилась поэтому вот вот так должно быть вы же на работе на работе же проще там задачи-то готовые есть берешь задачу и все ребята дадут еще объяснят и поправят и усложнят это и вот так оно и получается а потом уже пишешь в резюме идешь на другую работу на которой тебя берут исключительно для того чтобы вот эти более серьезные вещи делать вот и все так что я думаю что мы на вопрос ответили так широко и частушечку пропели вот и в общем провели параллели счастливо